У меня было три возраста любви. Третий продолжается. Сейчас первый возраст – это травматический шок и сочетанная травма. Второй возраст – это абдоминальный сепсис. Это моя докторская диссертация. Именно тогда конфликта нет. Я столкнулся с этими людьми. Они внизу указаны. Это Мишнев Олег Дмитриевич. В ходе общения в рамках работы в Институте общей метологии филиала я с удовольствием прочитал. Есть такая книга «Печень и почки преэндотоксиномии». И как раз она очень сильно легла на мою докторскую диссертацию. Как раз научная группа, которую тогда возглавлял в том числе профессор Чувляев, как раз и занималась вопросами гематоперитониального барьера. И вот это знаменитая, одна из знаменитейших статей, которая говорит о том, что желудочно-кишечный тракт – мотор полиорганной недостаточности. Сейчас это модно называть ось – желудочно-кишечный тракт, легкий желудочно-кишечный тракт, печень и так далее. Вот тогда уже в 1985 году, это довольно давно было, предположили, что в условиях развития сепсиса формируется определенный набор специфических фенотипов, которые здесь справа, нарушенное знаменитое нарушение барьера слизистой, формирование бактериального роста и, соответственно, порочный круг полиорганной недостаточности в условиях сепсиса замыкается. И печень в этой ситуации играет достаточно серьезную роль. Есть еще одна деталь, которая получается, даже две детали. Сейчас, на сегодняшний момент, мы работаем все с многими здесь сидящими в зале, в кардиохирургии. Это плановая кардиохирургическая помощь. Казалось бы, все хорошо, все нормально, оперировали, через сутки уходят в общее отделение. Но в случае, если у пациента имеется печеночная дисфункция, если у него появляется билирубиномия, то лично для меня это практически пациент, который уходит в никуда, он умирает. Вторая особенность, с учетом того, что я в большей степени занимаюсь административной роли, плановый экономический отдел периодически считает стоимость лечения пациентов с такой органной недостаточностью, показывает гигантские цифры, говоря о том, что лучше бы вы, коллеги, не оперировали и не лечили этого пациента, потому что толку никакого нет, а деньги улетели. Вот поэтому я, собственно говоря, и предложил Юрию Сергеевичу Получину в состав этой лекции, в состав программы включить печень при сепсисе. Вы видите, что наша объективная оценка органной недостаточности, и софа, и мультиорганной дисфункции, и логистическая шкала, она в обязательном порядке включает те или иные компоненты оценки печеночной недостаточности, это уровень билирубина, характеристики свертологии и так далее, и так далее. И, естественно, все научные группы беспокоят проблемы печеночной недостаточности у наших критических пациентов. Значит, особенности того, насколько влияет печеночная недостаточность в составе полиорганной недостаточности на клиническую составляющую, демонстрируют ряд работ в данной ситуации, работа, которая достаточно давно написана, в 2007 году, но тем не менее, обращаем внимание, вот то, что красненьким подчеркнуто, посмотрите, а я буду говорить. Ранняя печеночная недостаточность ассоциируется с высокими цифрами летальности, 30% против 11%, и, соответственно, справа указывается ранжирование групп по уровню билирубина в качестве одного из характеристик печеночной недостаточности, и чем выше билирубин, тем выше летальность. Вы видите, что самые высокие цифры билирубина ассоциируются практически с летальностью у половины пациентов. Значит, это знаменитая картинка из учебника по физиологии Гайтона. Мне нравится, она симпатично нарисована. Мы видим, что у нас с вами то, что мы знаем с нормальной физиологией, с патфизиологией, и обращаем внимание на правое перечисление клетки Купфера, эндотелиоциты, гепатоциты, а также клетки ИТ или звездочатые клетки – это массивнейший иммунологический орган, который, кроме участия в процессах метаболизма в печени, которые характерны для функции печени в процессах синтеза факторов свертывания, все эти клетки являются очень серьезным иммунологическим игроком. И поэтому на сегодняшний момент принципиальным является реализация так называемого печень-ассоциированного воспалительного ответа, о котором чуть попозже информация будут слайды. Сейчас немного поговорим по поводу нарушения оси желудочно-кишечного тракта печени. На сегодняшний момент я постарался представить это все не в виде неких научных характеристик статей, а сделал вот такие схемы для того, чтобы коллеги, которые сделают хоум-месседж и заберут всю эту презентацию, будут понимать, что там происходит. У нас на сегодняшний момент в желудочно-кишечном тракте существует три основных барьера. И вот если смотреть внимательно, то, соответственно, барьерная функция желудочно-кишечного тракта нуждается в достаточно хорошем исследовании, чего практически невозможно сделать, и в защите. Первое всего это механический барьер, который состоит в сохранности непрерывности слоя энтероцитов и компонентов слизи. Второй важнейший компонент это иммунный, который характеризуется наличием институтальных макрофагов, дендритных клеток, недавно открытых, так называемых, открытых межклеточных лимфоцитов, а также еще набора клеток приобретенного иммунитета. И важнейшим компонентом в барьерной функции желудочно-кишечного тракта, конечно же, является микробиом. Вообще микробиому за последнее время стали уделять колоссальное внимание в отношении того, что по большому счету именно с ним боремся у нашего критического пациента, и мы пытаемся восстановить целостность микробиома и стараемся поддержать характеристику микробиома. Могу привести пример научной активности группы профессора Натальи Владимировны Белобородовой из Института общей реноматологии, которая достаточно активно занимается вопросами исследования ароматических метаболитов, как диагностической значимости оценки микробиома и, соответственно, возможности его коррекции. На сегодняшний момент так выглядит характеристика кишки. Мы видим, что у нас с вами существует три уровня энтероцитов. Если идти с просвета к стенке, это энтероциты в апоптозе, они слущиваются, и здесь имеется минимальный уровень потребности в кислороде. Посерединке у нас находятся зрелые энтероциты, и внизу находится, ближе к базальной мембране, незрелые энтероциты, на которых имеется наибольший уровень профессионального давления в зависимости от профессионального давления или кислорода. И вот как выглядят повреждения, справа посмотреть можно. Это потеря целостности слоя клеток энтероцитов. Соответственно, ведущая характеристика в условиях сепсиса – это индукция апоптоза, усиление некроза и слущивания, а также ишемия. Второй компонент – это усиление парацеллюлярной проницаемости, это разрывы плотных контактов. Чуть попозже я слайд покажу, что это такое. Это очень интересный компонент, который достаточно активно сейчас изучается, не только в условиях барьера желудочно-кишечного тракта. Ну и в окончательном варианте формируется так называемый транслокационный феномен. Вот сейчас здесь представлены три вида так называемых белков плотных контактов – аглюдина, клаудина и молекулы соединительной адгезии. И мы видим с вами, что желудочно-кишечный тракт, к сожалению, находится у нас на первом месте по своей вариабельности этих белков плотных контактов. И, соответственно, предполагается, что в условиях повреждения молекул, которые характеризуют сопряженность энтероцитов, наблюдается активное перемещение всех компонентов желудочно-кишечного тракта, включая и ведущих игроков, таких как липополисхоид, так и с использованием парацеллюлярного пространства, с последующим вовлечением и переходом в печеночный фильтр. На сегодняшний момент вот так выглядит реализация повреждения оси желудочно-кишечный тракт печени в условиях сепсиса. Это нарушение экспрессии белков плотных контактов, здесь ведущими являются клаудина и акклюдина. Прямое воздействие липополисахарида – это тоже одна из таких серьезных молекул, нарост антестинальных стволовых клеток, это индукция апоптозы энтероцитов, ну и, к сожалению, у нашего пациента достаточно интенсивно наблюдается контоминация желудочно-кишечного тракта и просвета бактериями госпитальными с множественной лекарственной устойчивостью. И, следовательно, в окончательном варианте это нарушение барьерной функции приводит к тому, что печень у нас подвергается массивнейшему воздействию патогенно-ассоциированных молекулярных паттернов, и ведущим, конечно же, является липополисахарид. Липополисахарид в норме может определяться у здоровых организмов, его существует не менее одного грамма, но в условиях нормального состояния нашего организма никогда не происходит патологического воздействия этого патогенно-ассоциированного молекулярного паттерна, и, соответственно, никогда не индуцируется системный воспалительный ответ. Как липополисахарид попадает в кровоток? Есть элементы контролируемого перемещения, есть элементы неконтролируемого перемещения. Вот здесь они представлены. Он может попадать через тонкую кишку и через толстую кишку. Всё то, что здесь описано, это контролируемое перемещение. В условиях, когда у нас повреждаются плотные контакты, мы с вами наблюдаем отсутствие контроля кишечного барьера за липополисахаридом, и наши органы, желудочно-кишечный тракт и печень находятся в прямом воздействии на липополисахарид. Соответственно, если мы смотрим на вот эту картинку, липополисахарид, связывающий белки, является мощнейшими индукторами толподобных рецепторов, и, соответственно, в условиях печени, в условиях на эндотелии, на печёночных клетках и так далее, реализуется выброс провоспалительных цитокинов. И вот тем самым, в случае, если липополисахарид индуцирует системно-воспалительный ответ, и, соответственно, если медиаторы системного воспаления покидают печень и попадают в системный кровоток, формируется продолжение этой оси. То есть желудочно-кишечный тракт печень, добавляется желудочно-кишечный тракт печень, лёгкие желудочно-кишечный тракт печень, головной мозг и так далее, и так далее, и так далее. Далее оси я не стал здесь рисовать, и вы понимаете, что тем самым у нас происходит активизация системного воспалительного ответа, и замыкается пороченный кнут полиорганной недостаточности. Фадфизиология. Вот этот термин, видимо, есть у нас за границей, но, тем не менее, здесь я привожу индуцированный печенью системный воспалительный ответ. Классическая характеристика общего воспаления – это индукция через стол подобные рецепторы. И здесь очень специфической особенностью являются элементы самоповреждения печени, и вот достаточно интересным феноменом является так называемый нетоз. Это в нормальном состоянии существующий выброс нейтрофилов, компонентов ДНК, и, соответственно, в этих условиях основная идея – это удаление и нейтрализация микробов, которая находится в кровотоке. Но, к сожалению, в условиях сепсиса и в условиях индукции нетоза этот нетоз формируется на поверхности эндотелия, на поверхности гипотоцитов, и тем самым вот здесь представлена характеристика, каким образом он очень красивый, если можно так сказать, конечно, красивые фотографии, иммунные флюоресценции, вот это все зелененькое покрашенное – это как раз реализация нетоза. И здесь демонстрируется, что в условиях, это, правда, эксперимент, конечно, в условиях индукции сепсиса введением липополистахорида количество вот этих активностей нетоза в печени резко усиливается, и, следовательно, это является одним из элементов самоповреждения печени. Здесь демонстрируется усиление характеристик формирования нетоза, и вот видим, что справа красненький печень находится на первом месте. И есть еще специфическая особенность, в том случае, если ограничить нетоз, то есть если ограничить выброс медиаторов системного воспалительного ответа, это тоже, кстати, одно из направлений экспериментальной разработки борьбы с печеночной дисфункцией в условиях печени, то мы можем позволить уменьшить интенсивность повреждения печени, соответственно, уменьшить повреждение и выброс системного воспалительного ответа. Локальный воспалительный ответ выглядит очень просто. На сегодняшний момент, если смотреть слева направо, это бактериальные токсины, активация так называемых, называется это патогеноассоциированные молекулярные паттерны, но, к сожалению, у нашего пациента в условиях сепсиса, в условиях ишемии и в условиях ишемического гепатита формируются также, имея своим источником холангиоциты, они формируют так называемые ишемически поврежденные ткани, которые формируют еще один компонент, это так называемые денджер-ассоциированные молекулярные паттерны или алармины, которые активизируют воспалительный ответ, и, соответственно, на поверхности гепатоцитов формируется повреждение с соответствующими изменениями в виде выброса медиаторов системного воспалительного ответа. Вот эти, здесь перечислены коротко те цитокины, которые выбрасываются у нас в ходе реализации печень-ассоциированного системного воспаления, мы с вами видим, что практически все из них, они в том числе достаточно активно влияют на формирование повреждения печени, на формирование либо противовоспалительного ответа, в случае, если у них наблюдается системная циркуляция, соответственно, мы видим те особенности полиорганной недостаточности, которые в нашем наблюдается. Еще очень интересным компонентом, в котором печень реализует формирование системного воспаления и полиорганной недостаточности – астрофазовые реактанты. Значит, астрофазовые реактанты являются очень серьезными модуляторами системного воспаления, и, соответственно, в условиях, когда формируются так называемые триггеры системного воспаления, Это ведущие интерлекины 6.1. В условиях того, что здесь перечислено, это те астрофазовые реактанты, выбрасываемые печенью, они будут влиять на секрецию патогенно-распостающих рецепторов, на регуляцию гомеостаза железа и так далее, что это тоже является компонентом формирования полиорганной недостаточности. Здесь, к примеру, показан циреактивный белок, который достаточно активно влияет на то, что здесь написано, и все это является в том числе компонентом под физиологией сепсиса. Фенотипы нарушения, их на сегодняшний момент имеется три. Первым и ведущим, конечно же, является шоковая печень, достаточно активно изучаемый фенотип, давно, несколько десятков лет. Мы видим два компонента. Первый – это гипоксия любого характера. Гипоксимическая, тканевая анемия, наличие шока, формируются микротромбозы в микроциркуляции, а также особенность заключается еще и в том, что синусоидальные деталиоциты, нарушая свой вазотелиотаторный ответ, они в нормальном состоянии должны вызывать вазодилатацию, но в условиях сепсиса они вызывают вазоконстрикцию, тем самым формируются элементы самоповреждения, формируется гипоксический гепатит. Второй компонент менее изученный, но тем не менее существующий – это сепсис-индуцированный холестаз. Мы видим, что здесь существуют два его варианта – это дуктальный, гепатоцеллюлярный. Ведущим является гепатоцеллюлярный холестаз, который характеризуется нарушением функций транспортных систем гепатоцитов. Дело в том, что липополисахарид, в том числе и разнообразные алармины, вызывает нарушение функций транспорта гепатоцитов, что формирует внутрепеченочный холестаз. Кроме того, особенно заключается в том, что в случае, если идет накопление билирубина, то билирубин тоже действует как алармина, соответственно, тоже вызывает системный воспалительный ответ. Здесь очень коротко идет, опять же, красивая картинка не могу показать. Мне прямо интересно видеть, каким образом доказывается все то, что здесь есть. Это возможности увеличения. И наиболее интересное справа идет. Это инактивация так называемых транспортеров билирубина, фосфоинозитолкиназа. И вот сканирующая электронная микроскопия показывает ухудшение работы этих транспортных молекул и, соответственно, признак того, что наблюдается у наших потом пациентов. И вторичный склерозиловщий холонгит, это шимическая холонгиопатия, тоже менее, так скажем, изученный. Имеется гипоксический некроз эпителиоцитов, желчеводящих канальцев. И в окончательном варианте формируется на фоне активности нейтрофилов формирование желчных слепков. Здесь очень интересно является то, что в случае активного изучения шимической холонгиопатии или вторичного холонгита у этих пациентов развивается индукция фиброза. И в случае, если пациенты переносят сепсис, отдаленные последствия, которые достаточно активно сейчас изучаются, индукция фиброза, формирование цирроза печени, это является одной из характеристик отдаленных последствий сепсиса. Диагностика. Есть классические статические и динамические тесты. У нас практически всегда с вами работают статические тесты. Динамических тестов мы по разным причинам, мы их не используем, они достаточно сложны, дорогие, у нас нет аппаратов и так далее. Это отдельная тема отечественной реаниматологии, потому что большинство аппаратов диагностических, очень интересных, которые есть за границей, у нас отсутствуют. Поэтому можно задуматься и поработать. Отдельным направлением я коротко перейду, это оценка функций желудочно-кишечного тракта, поскольку ось желудочно-кишечный тракт печени всегда индуцируется и начинается со стороны ЖКТ. Я здесь коротко привожу о том, что в принципе специфических характеристик оценки желудочно-кишечного тракта не существует. И специфичность и чувствительность этих методов совершенно низкая. Клиническая оценка вообще непонятна, когда там происходит, вздуло, не вздуло этого больного и так далее. Симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта, если мы, коллеги, дождемся до появления диареи, кровотечения и так далее, то это будет уже поздно. Интересным является, конечно, характеристика толерантности приема пищи и так называемый резидуально-остаточный объем, но это тоже ограничение. Внутрибрюшная гипертензия, абдоминальный компартамент, чуть-чуть получше, интереснее. В отношении оценки, ну, допустим, в отношении, допустим, кардиохирургических пациентов, это диагностика в плане верификации повреждений желудочно-кишечного тракта у нас, например, не сработало. Есть инструментальные методы, чуть-чуть более интересно. Мы за свое время в центре поработали на индексами сопротивления мезонтериальных сосудов и получили хорошую корреляцию между тяжестью повреждения желудочно-кишечного тракта, тяжестью органа и недостаточностью, индексами сопротивления мезонтериальных и почечных сосудов. Далее, коротко, биохимические маркеры. Вот сейчас вот так, наверное, покажу. У нас есть два варианта кандидатных биомаркеров. Это цитрулин плазмы, который характеризуется как маркер функциональной массы энтероцитов. Интестинальный белок, связывающий жирные кислоты, который характеризуется как кишечный тропонин. И поэтому, в принципе, здесь это один из вариантов использования биомаркерной стратегии в отношении диагностики повреждения желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что мы можем с вами определить факт наличия повреждения энтероцитов и объема функциональной массы. Мы, наверное, можем каким-то образом на нее, кстати, повлиять. И, кроме того, что весьма интересным является последний пункт, это то, что имеются точки отсечки. То есть те показатели и те характеристики, когда мы с вами видим, что действительно здесь функция желудочно-кишечного тракта наблюдается. Это очень важно. Допустим, для тропонина есть точки отсечки, но, получается, мы можем верифицировать, допустим, инфаркт миокарда. В принципе терапии. Значит, на сегодняшний момент, уважаемые коллеги, к сожалению, я должен остановиться на этих принципах терапии. Специфического лечения я внимательно посмотрел в отношении фармакологии, той, которую мы достаточно понимаем и любим, когда мы видим повышение чего-то, билирубин повысился, трансаминазы, давайте назначим некий препарат. Не помогает он обычно. И получается, что здесь наиболее интересной является, конечно, профилактика. Профилактика путем адекватной антибиотикотерапии. Я бы хотел обратить внимание на возможности модуляции микробиома. И вот те исследования, которые сейчас идут в достаточно большом количестве, научная группа в отношении воздействия на микробиом, они логичны. Почему? Потому что ось желудочно-кишечный тракт печени запускается из желудочно-кишечного тракта. Поэтому если мы используем оценку микробиома с одной стороны, и мы можем повлиять на характеристику микробиома в сторону улучшения с другой стороны, мы с вами блокируем реализацию повреждения печени на самом первичном этапе. И, кроме того, интересным является активное воздействие на удаление аларминов и патогенно-соцированных молекулярных паттернов. Это, в частности, разнообразные варианты сорбции, разнообразные варианты удаления липополисахаридной. На сегодняшний момент, если выйти вот туда посмотреть, там есть много что, каким образом это можно сделать. И вот тем самым, вероятнее всего, мы можем воздействовать. Ну и, естественно, в отношении системной воспалительной реакции есть исследования, которые предлагают использовать разнообразные способы ее модуляции, в частности, кортикостероиды. Здесь ничего нового не прибавлено. Это один из способов лечения. Итак, уважаемые коллеги, больше вопросов, чем ответов, но, тем не менее, если посмотреть на это направление диагностики, направление терапии, то, в принципе, можно каким-то образом определить грани того, что мы будем с этим делом с пациентом с печеночным повреждением и на него повлиять. Спасибо за внимание.